Девушки отдыхают Добро пожаловать, друзья, в Дом живых историй. Меня зовут Оксана Ратушная. Со мной в студии пастор Церкви Город Света Дмитрий Масон. Здравствуйте. Сегодня мы начинаем серию передач о чудесах. История знает немало эпизодов, когда всемогущий Бог вмешивался в дела человеческие и производил всевозможные действия, которые, по словам ученых, противоречат законам природы. Эти события называют чудесами. Мы познакомимся с обычными людьми, которых коснулась рука Божья, и узнаем о чудесах, происходящих в наши дни. Давайте посмотрим сюжет, который предоставили наши коллеги из телекомпании Сибиен. Герои этой истории в тяжелый момент получили особое послание. Итак, чудесная история об исцелении. Как и все малыши, восьмимесячный Логан Наб был очаровательным карапузом. Он постоянно улыбался, и родители, а также старший братик Тайлер его просто обожали. И когда мальчик стал косоглазить, родители особо не беспокоились до тех пор, пока врачи не сообщили им шокирующую новость. Когда нам впервые сказали, что это злокачественная опухоль мозга, первой нашей мыслью было, что Логан умрет. Но когда супруги Наб ожидали хирургической операции, которая должна была состояться на следующий день, в их жизни стали происходить невероятные события. Он производил всевозможные действия, которые, по словам ученых, противоречат законам природы. Эти события называют чудесами. Мы познакомимся с обычными людьми, которых коснулась рука Божья, и узнаем о чудесах, происходящих в наши дни. Давайте посмотрим сюжет, который предоставили наши коллеги из телекомпании CBN. Герои этой истории в тяжелый момент получили особое послание. Итак, чудесная история об исцелении. Как и все малыши, восьмимесячный Логан Наб был очаровательным карапузом. Он постоянно улыбался, и родители, а также старший братик Тайлер его просто обожали. И когда мальчик стал косоглазить, родители особо не беспокоились до тех пор, пока врачи не сообщили им шокирующую новость. Когда нам впервые сказали, что это злокачественная опухоль мозга, первой нашей мыслью было, что Логан умрет. Но когда супруги Наб ожидали хирургической операции, которая должна была состояться на следующий день, в их жизни стали происходить невероятные события. Сначала к ним в больничную палату пришел незнакомец. Я не видела его лица, только общие контуры. И он сказал, вы увидите чудо. Как вы думаете, кто это был? Я знаю, что это был ангел. Мы увидели яркий свет и не видели его лица. Но я знаю, что это не игра моего воображения. Он был абсолютно реальным. На следующий день хирург удалил Логану опухоль размером с мяч для игры в гольф. Однако врачи увидели еще кое-что. Его опухоль разрослась. Врачи поставили мальчику диагноз. Глиома или опухоль с метастазами. Говорит доктор Регина Джакаки. Вот это большое уплотнение, это опухоль. Вы видите, что оно покрывает ствол мозга вот здесь. Вот этот белый толстый слой покрывает переднюю часть ствола мозга. После очередной магнитно-резонансной томографии, врачи увидели, что опухоль распространилась на весь спиной мозг Логана. Таким образом, весь спиной мозг уплотнен. Обычно вокруг внешней части мозга темно. А здесь вы видите белое бугритое уплотнение спереди. И оно окружает весь спиной мозг. Это все опухоль. Новость о неоперабельной опухоли в спинном мозге Логана стала для Лизы и Аллана ужасным ударом. Это было хуже, чем первая ночь? Да. И помню... Три моих старших брата стояли в дверях, поддерживали меня и плакали вместе со мной. Мне казалось, будто на меня обрушили стены, будто я упала со скалы и весь мир остановился. Я думал, что сыну осталось жить несколько дней. И все мы были готовы умереть вместо него, потому что ему было всего лишь 8 месяцев. И доктора, лечившие Логана, сказали семье НАП приготовиться к худшему. Рассказывает онколог-педиатр Регина Джакаки. Шансы на выздоровление были близки к нулю. Настолько плохо? Прогнозы были очень плохие, потому что если опухоль мозга обнаружена у такого маленького ребенка, то мы не можем применять облучение и за опасность еще больше навредить. Логан начал проходить курс агрессивной химиотерапии здесь, в детской больнице в Питтсбурге, через три недели после операции. Врачи решили назначить мальчику интенсивную химиотерапию, потому что облучение, скорее всего, превратило бы его в инвалида или, в худшем случае, убило бы его. Но даже несмотря на химиотерапию, доктора были абсолютно уверены в исходе болезни. Мы надеялись продлить жизнь мальчику еще на несколько месяцев. Мы думали, что через несколько месяцев опухоль все равно разрастется, и Логан умрет. Я думала, что это была Мальевина. Я считала себя виноватой перед Логаном за то, что родила его. И доктора очень долго убеждали меня, что в этом не было моей вины. Врач сказал мне, что что-то случилось с клетками Логана. Вот кризис и отчаяние, с которыми сталкивается человек, когда кажется, что никто и ничто не может тебе помочь. Пастор Дмитрий, я заметила, что эти люди, несмотря на то, что они видели видение ангела, тем не менее они ужасались и боялись. Что делать, когда сталкиваешься вот с подобными вещами? Что человеку делать? Да, Оксана, страх — это чувство, которое знакомо каждому человеку. Но мы также видим, что Бог творил свои чудеса, обычно в каких-то критических, для людей абсолютно безнадежных ситуаций. А когда человек слышит ужасную новость или вещь, которая обескураживает его, вот это первое время принятия его решения. Это является очень важным моментом. Это как момент истины для человека, для того, чтобы он мог максимально, насколько это возможно, найти в себе силы и поверить Иисусу, поверить Богу в чудеса. К примеру, в Библии есть история, когда начальник синагоги позвал Иисуса войти в его дом и помолиться за его дочь. Но по дороге к его дому он узнал, что дочь уже мертва. И когда он услышал эту весть, там прошло всего лишь немного времени, когда Иисус ему сказал, не бойся, но только веруй. И тогда он принял решение, несмотря на свои чувства, на обстоятельства, на то, что он слышит, верить Богу. И когда он поверил в Богу, он получил свое чудо. Он получил воскресшую дочь. Воскресшую дочь, да. Даже когда рядом нет никого, надежда все же есть. И она в Господе. Ведь к нему можно обратиться в любое время и в любом месте. Он услышит и непременно ответит. Друзья, в вашей жизни господствует страх и безысходность? Не отчаивайтесь. Напишите нам или позвоните, чтобы мы могли помолиться за вас и ваших близких. Наши консультанты работают круглосуточно. Через минуту мы увидим продолжение этой истории. Далее в программе. После молитвы опухоль исчезла. Абсолютно ничего на снимке этого малыша. У каждого вопроса есть ответ. У каждой проблемы есть решение. Все зависит от направления нашего поиска. Хотите знать больше? Пишите и звоните. Наш адрес 123-423 Москва Д423 Абонентский ящик 1 Дом живых историй Телефон Плюс 38-044-205-5-225 Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова